Вы указываете номер телефона и пароль, который как раз таки вы думаете, кроме вас, куда никто не заходит. Это ваш личный кабинет, это ваш офис, где вы работаете. И эти день, которые накапливаются, эти бонусы, которые накапливаются в вашем личном кабинете, вы можете выводить хоть каждый день, хоть каждую неделю. Вы можете использовать эти бонусы так, как вы хотите. Предложения покручены действительно очень много. Сегодня у нас как раз это самое основное. Это было первое предложение от компании Кангабежева. Я думаю, что у вас в любом случае есть вопросы, я уверен. Так что задавайте сейчас. А какая защита кабинета? Вот есть у меня кабинет, там есть деньги. Вот какая защита и гарантия, что никто их не выводит. У нас есть свои айтишники, которые, конечно, защищают это. Это все и проверяется. Это очень важно. Это, во-первых, нам нужно это защищать, во-первых, для себя. Это очень важно. Это, конечно, для наших. Для того, чтобы поменять карточку, например, вот если вы присоединяете свою карту, если хотите одну карту поменять на другую, у вас опять идет двойная аутентификация, вы должны подтвердить через смс-подписание, либо подтверждение через электронную почту, которую вы указываете. Только раздавая аутентификация. То есть это очень защищенная аутентификация. Для смены, для смены, для гугл-аритетов, потому что... Теперь, второй вопрос. Нет вопросов? А почему... Почему вот в вашей профессии все-таки у вас нет? Вы знаете, это тот продукт, который компания «Канфуджаури» несколько месяцев завела на рынок в Турции. И это тот продукт, который мы продвигаем. И это лучший аналог для бриллианта. У него есть двойное проломление света. Тот продукт, на который мы ставим, в первую очередь, акцент. И тот продукт, который мы хотим дарить людям. И при этом, чтобы они зарабатывали. Поэтому добавочная стоимость в этом продукте гораздо выше. Компания делает хорошие продажи. Мы сами используем сейчас огромную популярность, как и людей, которые жили из других стран. Также, и когда мы продаем booking-карты в другие страны, повышенный процент. Также турецкие граждане облюбовали этот продукт. и магазин, который работает в Турции. Также делают очень огромные продажи полную саниту. То есть мы получаем колоссальную прибыль. И, в принципе, мы делимся с нашими клиентами. Поэтому из-за добавочной стоимости повышенный полную саниту. Это главный продукт. А кто производитель мусанита? Компания «Садо Еш» – это компания, которая производит для нас бриллиантовые украшения. Все изделия, которые вы здесь увидите, это все эксклюзивные изделия. То есть производятся специально на конкретных жилах. К примеру, на следующую неделю, в конце года, мы заказали новую коллекцию 2900 изделий из мусанитов. Некоторые из них будут в статах, то есть сергия, браслет, кольцо и колье. И некоторые из тех, которые уже стали действительно популярными. И сейчас мы еще сделаем новую каталогку мусанитов. То есть вы должны понимать, что мусанит – это тот продукт, который компания «Канки» воспитает на ювелирном рынке. Мы одни первые. То есть работаем здесь тоже с этим камнем. Можно еще вопрос? Конечно. У вас есть ценовая политика на ваши изделия. И как у вас она может меняться в процессе? Она будет растерена, будет падена. В общем, это зависит от чего. Выплаты или стоимость на изделия? Нет, я просто не цену. Цену сейчас на изделия. В зависимости от того, как я понимаю, что она была раньше немножко меньше, сейчас она повысилась целей. Это абсолютно нормально. Это точно так же во всех странах и городах. Почему? Потому что это стоимость на золото растет. Это точно так же на гранианты растет. Учитывая нуклеацию, учитывая курс валюты, это все влияет, конечно, на стоимость. Не связано это с маркетингами. Абсолютно не связано. С вам расскажу. Смотрите, когда компания Канкри вышла на рынок Турция в марте 2021 года, стоимость цены золота, она здесь измеряется в таком эквиваленте, это называется ХАС, то есть нефть в определенном, да, бензин в определенном эквиваленте. Здесь работает ХАС, это международная система. На тот момент у нас 17, даже на витрине, была около 100-107 долларов за 1 грамм 14-каратное золото. 18-карат мы продавали 110, 125, 22-карат, мы ввели уже несколько месяцев спустя, когда у нас появилось больше покупок здесь в магазине. Оно, естественно, частота выше, но и еще дороже. Сейчас Турция находится в таком переломном моменте, сейчас здесь есть определенная инфляция, и курс что ХАС, что доллара, что евро в соотношении с лирой очень поднялся. Дальше у нас цена на витрине была в лире, но с недавних изменений компания СВ страховой компания принимает все обязательства, выплаты, бонусы и так далее. И весь наш ассортимент полностью переведен в международную валюту в доллар. Поэтому вы, если были раньше или, например, приобретали раньше изделия, вы приобретали, к примеру, по курсу 8, 8, 20, 9, 9, 30. Тогда мы заметили эту тенденцию, естественно, мы притягиваем сегодня по курсу доллара и делаем сегодняшние продажи. И самое важное, что в кабинете бонусы, которые вы получаете, они привязаны к турецкой лире. То есть, к примеру, если сегодня турецкая лира показывает свои рекорды, это около 15 по отношению к доллару, вы сегодня оплачиваете, вот с этой суммы вы будете целый год получать бонус. Поэтому к маркетингу, к бонусам не имеют отношения, но также мы понимаем, что мы покупаем заведомо этот продукт уже дороже. Естественно, его себестоимость на рынке увеличивается, мы добавляем свою стоимость и страхуем себя в международном валюте в долларе. Еще вопрос. Это очень четкий ответ. Спасибо большое. Есть вопрос такого характера. Есть маркетинговая составляющая у вас, по которой выплаты ведутся партнерам или покупателям, участникам этого процесса. Насколько расчет этого маркетинга точен, чтобы не было нагрузки на компанию? Она создает нагрузку, и все-таки рассчитана, математика такова, что нагрузки не может быть, и все будет хорошо. Давайте узнаем. Очень грамотный вопрос. Спасибо за него. Смотрите, с момента выйти я всегда буду возвращаться. И поскольку вы уже на этапе нашего развития с нами знакомитесь, важно рассказать и до, и во время, что будет в будущем. Значит, представлен был продукт золота 3,5. За 9 месяцев это никак не изменилось, и мы стараемся работать стабильно, стандартно. То есть это тот допустимый бонус, который мы можем выделять за свои прибыли и им делиться. То же самое бриллианты, кому-то нету, я раньше ответила. Так вот. Компания Канкри будет развиваться стабильно. То есть мы не планируем повышать или помешать еженедельный бонус. Бонус не будет. Так что мы вот с момента открытия и на будущее мы работаем. Единственное, что у нас сейчас будут изменения, это когда мы говорим про зарубежные, про другие страны, которые делают у нас сейчас покупку буфин-карты мусорника и просто обычной буфин-карты. Значит, сейчас действует процент 7 на буфин-карты и 6 на бриллианты. Опять же, когда вы отовариваете, вы можете по обычной буфин-карте на 6% получить как золото, так и бриллианты. И при забирании товара из святыны, при обмене буфин-карта на товар уже живой, у вас будет понижаться процент на 3,5 и на 5. Но с января месяца мы сделали просчеты, опять же, включая инфляцию, и мы понижаем проценты. Мы заведомо об этом говорим, что до января месяца, пока здесь цифры плавают, и январь еще все-таки держится, мы себя страхуем, то есть еще пока 7 и 6. Но с января месяца это будет мусорник на 6%. Точно так же, как вы его сегодня можете приобрести в магазине. Опять же, все-таки мы идем в ровно, работаем в стабильном погоне. То есть, уточняю, если до того момента, до января месяца человек приобрел по условиям, которые были, он зарабатывает. Сегодня они будут в течение 52 недель не меняться. То есть, если января месяца, с того же условия не будут только... Да, конечно, по новому условиям, по новому курсу оплаты в кассу, естественно, на ситуации суммы, эта сумма фиксируется в личном кабинете. И сложный алгоритм, который по 6 программам, он сразу же вам еженедельно, ну, то есть ежедневно в кабинет, но еженедельно фиксировано, 52 бонуса начисляет по моменту покупки. Скажите, в зависимости с определенным ростом... Я что-то выгляжу тут, как будто... Продолжение следует...